как венчание влияет на семейную жизнь могу вам сказать что венчание менее влияет на семейную жизнь чем обряд который называется печать в паспорте почему когда вы поставите печать в паспорте и родите ребенка от мужчины то в случае если вы будете разводиться то вы имеете возможность забрать хотя бы часть имущества машину распилить квартиру забрать вы же скорее всего что-то заработаете совместно возможно возможно не всегда конечно но знайте и такое бывает тоже так вот когда вы распишитесь и поставите печать то вы имеете возможность потом претендовать на часть имущества а если вы повенчаетесь то вы хоть говорите хоть не говорите при разводе вам ничего не достанется то То есть, возможно, ничего не было, и, возможно, там заработали, и, возможно, после этого мужчина вам скажет, я самый сильный, а ты слабый, а тут твоего ничего нет, это все на мне записано свободно. Тогда что честнее? Знаете, когда, допустим, расходятся мужчины и женщины, и они были венчаны, то ничего не происходит. Они и дальше женятся, и дальше разводятся, и дальше что-то происходит. Нету никакой кары Божьей за это. То есть, я понимаю, что, допустим, представляете, обвенчались в церкви, а потом мужик посмотрел налево, и у него пипетка не функционирует. Понимаете? И после этого я понимаю поздравления. Почему? Это Бог, значит, повлиял на этого мужчину, и он больше не может ни с кем. Вот это я понимаю, вот как нужно было бы, чтобы это работало. Понимаете? Я извиняюсь, тут есть молодые женщины, извините за подробности. Тем не менее, я понимаю, что, допустим, повенчались, и после этого мужчина с кем-то женился, и нету судьбы, и нету жизни. А это никак не работает. То есть, это работает только с позиции сделать праздник, корону над головой подержать, знаете, свечки эти позажигать, батюшке денег заплатить, песни попеть. То есть, это красивый обряд такой, который на самом деле, ну, никак совершенно не влияет на отношения в семье. Крепче семья не будет, отношения лучше не будут, потому что хоть ты венчанный, хоть ты не венчанный, все зависит от того, кто дома улыбается. Если женщина всю жизнь, прожилая на всю жизнь, матюкается с утра, там, кричит постоянно, вытаращивает глаза, не может никак собраться, ее чувства впереди мозга бегут, то тогда в семье счастья не будет. Если мужчина апатичный, ничего не хочет делать, все время лежит и очень много разговаривает, такой умный, до того момента, пока не нужно что-то делать, то тогда тоже жизни совместно не будет. Знаете, есть даже пословица, я ее придумал. У каждого все получается до того момента, пока он не начинает что-то делать, понимаете? Потому что стоит начать что-то делать, и оказывается, что ты не умеешь ничего делать.